Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, кто сейчас всех нас, всех, кто нас слышит в прямом эфире. Хотелось бы рассказать о ситуации в областном центре и, как обычно, начнем с вокзала, с эвакуации. По эвакуации с территории областного центра хочется отметить, что сейчас практически поток отъезжающих прекратился по железнодорожному вокзалу, то есть он не превышает 100 человек в день и на сегодня, для понимания, запланирован только один поезд, это Покровский, Днепр, Львов. Поезд забирает людей на Донбассе и через Днепр идет транзитом, а фактически из Днепра уже отъезд людей прекратился. Если же мы говорим вообще о временно перемещенных особых, о наших беженцах, не люблю это слово, то в действительности ситуация в городе достаточно сложная для понимания по состоянию на сегодня зарегистрировалось официально 90 тысяч человек. И если же говорить о тех людях, которые не зарегистрировались и вообще о количестве перемещенных особы, то фактически я думаю, что эту цифру можно умножить в два раза. То есть мы абсолютно уверенно можем говорить о том, что в настоящий момент в Днепре прибывает порядка 200 тысяч людей, которые здесь нашли кровь, покой и находятся на территории областного центра. Проблема основная, если мы говорим о беженцах, заключается в том, что около 20 тысяч людей, это люди, которые старше 60 лет, и это очень серьезный вызов для города, поскольку эти люди, в том числе во время регистрации, в процессе общения с волонтерами, с нашими социальными работниками, говорят о том, что они не собираются дальше перемещаться на запад Украины. Для понимания, сейчас даже прорабатывается уже вопрос вместе с военной администрацией для открытия уже как бы второго гериатрического пансионата, потому что реально люди нуждаются в помощи, и это серьезная идет нагрузка на всю городскую инфраструктуру. По волонтерской помощи хотелось бы подчеркнуть, что, например, на последнем конгрессе региональных властей, членом президиума, которым я являюсь, было особо отмечено вклад Днепропетровской области в разрешение гуманитарных проблем, в объем волонтерской помощи. Мы на первом месте в стране, в том числе по формированию продуктовых наборов, в настоящий момент мы сформировали, я имею в виду, вся область, и передали дальше для нуждающихся людей 1 миллион 300 тысяч продуктовых наборов. И эта цифра каждый раз увеличивается, то есть область является лидером в этой ситуации, поэтому мы и дальше будем помогать всем, кто в этом нуждается, и большое спасибо военной администрации Валентину Михайловичу Резниченко за то, что таким образом мы смогли скоординировать все наши усилия для того, чтобы помогать всем нуждающимся. Это уже видят в том числе на правительственном уровне, и нашу область ставят в пример всем остальным областям, для того, чтобы все как бы подтягивались и таким образом шли за регионом-лидером. По декоммунизации. В среду состоится внеочередная сессия городского совета, и я хотел бы проанонсировать сегодня на брифинге то, что если мы успеем этот вопрос обсудить с депутатским корпусом, внести в порядок Денны, я думаю, что еще порядка 20 улиц будет дерусифицировано, будут изменены географические названия, связанные с Российской Федерацией. Вопрос отработан в соответствующих профильных комиссиях, отработан с общественностью, и мы дальше будем продолжать двигаться в этом направлении. Кроме этого, сейчас выданы соответствующие распоряжения всем ответственным и компетентным товарищам, для того, чтобы был проведен полностью аудит, связанный с памятниками. Я не хотел бы упреждать и рассказывать заранее, какие планы у городской власти идет общественная дискуссия, в том числе на закрытой части сессии городского совета. Мы будем обсуждать с депутатами, что мы будем делать дальше с памятниками, что мы будем делать с переименованиями, поскольку Днепр, как и вся наша страна, больше не нуждается в имперских нарративах, но при этом мы будем подходить точечно и будем подходить максимально с учетом того, чтобы подобного рода переименования, декоммунизация, дерусификация происходили в соответствии с историческим наследием нашего города, то есть никто не будет рубить с плеча. По жилищно-коммунальному хозяйству хотелось бы отметить, что город работает. Опять же, повторяю, на каждом брифинге говорю об этом. Реагентов хватает. В городе ремонтируются дороги, высаживаются цветы, чистятся ливневки. Большое количество коммунальной техники работает. Это можно увидеть лично на улицах. Город живет. Мы занимаемся благоустройством. К сожалению, с учетом такого тяжелого морально-психологического климата остается серьезная проблема с вандализмом. И хотелось бы, все-таки пользуясь случаем, обратиться не только к правоохранительным органам, но и ко всем ответственным гражданам. В случае, если вы видите случаи вандализма, в том числе, пожалуйста, пресекайте их при помощи, скажем так, своего влияния именно гражданского. Поскольку усмотреть за всеми вандалами ни полиция, ни другие правоохранители, они просто не в состоянии. Кроме этого, хотелось бы еще подчеркнуть вопросы, связанные с медициной. Медикаментов хватает. Все профильные лечебные учреждения работают. Все врачи на месте. Семейные доктора принимают переселенцев. И, завершая брифинг, хотелось бы обратиться ко всем неравнодушным людям. Город нуждается в запасах донорской крови. Поэтому все, кто сейчас слышит меня, в первую очередь я говорю про 4-ю городскую больницу многопрофильную. Хотелось бы, чтобы люди сдавали кровь как можно больше, поскольку идет большое количество раненых, не только военных, но и гражданских лиц. И, естественно, это первоочередная потребность. Поэтому большая просьба всех, кто нас слышит, сдавайте донорскую кровь. Этим вы сможете спасти чью-то жизнь. Спасибо. На этом брифинг закончил. Продолжение следует...